Да, у меня странные ощущения, я так никогда раньше не выступал. Вообще, я сейчас сижу в одном помещении, почти один в целом здании, и говорю с компьютером, со стороны это смотрится совершенно странно. Ты сейчас нашу жизнь описал. Я, может быть, буду говорить с... Ой, лучше отключить, потому что у меня такое страшное изображение, что... Важно, ну... Чего ругал нас? Я, Серёжа, привет. Ты мы просто на спутнике отрагу. Ну все такие. Ну тут ближайшие ко мне в 4 пиксела изображены, а дальние по двое на пиксель приходится. Отлично. Итак, ну я кратко совсем, тут я немного задержался уже. В общем, о таком понятии, как бенподпоследовательность, многие из вас наверняка знают. Если не знают, то я вкратце расскажу. У нас есть набор объектов каких-то. Меня слышно? Да. У нас есть набор объектов, ну, например, нумерация домов. И есть дома, которые имеют первый номер, есть дома, которые имеют второй номер, третий, ну и так далее. Первое ощущение, что вероятность встретить каждый из номеров домов, это вероятность одинаковая. Ну кажется, что дом номер 9 попадается с такой же вероятностью, как и дом номер 2. На самом деле это большое заблуждение. Причём это заблуждение, оно было развенчано ещё 100 лет назад. Там ещё 1800 в лохматом году сначала астроном Ньюком первый заметил, что рукописи, монографии в агрейхмических таблиц потерты на малых значениях. А потом американский инженер Бенфорд, проанализировав огромное количество таблиц, пришёл к выводу, что объекты с меньшей величиной встречаются гораздо чаще, чем объекты с большей величиной. Ну, примитивно говоря, мелких объектов гораздо больше, чем крупных. В литературе это достаточно хорошо освещается, там не будем задерживаться. Собственно, вот о чём речь. Я тут работаю сейчас с данными ОСМ, уже который день подряд, не выходя из помещения, я тут прям запертый в клетке. Снова нашла. И что, не судышно? У тебя отношения загрузились уже? У тебя отношения уже загрузились? Ой, я вырубил здесь этот процесс, потому что это невозможно совершенно. Правильно, отношения не нужны. Да, ну и нафиг эти отношения, это невозможно, это бесконечная внутренность. Я уже что только не сделал за то время, пока они загружались. Но вроде всё загрузилось уже возле повторной загрузки. И уже как бы всё нормально, сейчас продвигаемся к финальному. Да, ну и нафиг, я всю планету с ума тут сойду парсить. Я в странной СНГ. Там что, на спектре вы что-нибудь партируете? Почему так долго? Ну, не знаю, но суть в том, что очень-очень долго. Очень долго. Ладно, не будет. Мы вообще не про планету хотим рассказывать. Хотя у меня последние мысли, в общем, все мысли неприличны, только они. Так вот. Собственно, основная мысль, которую я хотел вам донести, заключается в том, что до сих пор никто не разрабатывал, а может разрабатывал, но я об этом не знаю, каких-то валидаторов, которые были бы основаны на менпорт-анализе или на законе первой цифры. Вообще, применение таких валидаторов, ну не ВСМ, конечно, а вообще оно имеет место быть. Например, налоговые ведомости, как в 90-х годах проверяли. Таким же образом можно сделать что-то подобное для данных ВСМ. Причем я посмотрел, сейчас проценты уже не буду зачитывать, не столь важно. Но, что интересно, очень хорошо сочетается с теоретическими значениями точки. И хуже на отношениях, а на линиях, ну тоже прослеживается очевидно, но гораздо хуже. То есть тоже непонятная причина этого. Это что касается нумерации домиков. То есть, грубо говоря, у нас домиков с первым номером гораздо больше, чем домиков со вторым номером и так далее. Ну, вообще, если заглянули в 100 лимфа, то домиков собираем до 10 примерно одинаковое количество. Еще раз, я совсем плохо сейчас услышал. Говорю, если заглянули в 100 лимфа, домиков собираем до 10 примерно одинаковое количество. Да, значит, мы когда либо в разные тюльбинфа смотрим... Мы либо в разные тюльбинфа смотрим, либо где-то зарыта собака, которую надо разрыть. Ну, тогда так сделаем. Я подготовлю статью, выложу ее и посмотрим, может быть, где-то техническая ошибка какая-то закралась, ее надо вычинить. Потому что, когда я проверял, у меня достаточно ощутимые были различия, прям очень ощутимые. Может, например, под первым для... Сами технические значения, вот если таблицу смотреть, у домиков с первым номером должно быть 30% от всех остальных. Вернее, не с первым номером, а с единицей в начале. Потому что там же идут первые, одиннадцатые, там, сто одиннадцатые и так далее. Но их уже, конечно, гораздо меньше. Так, Сергей, а что ты собираешься валюдировать на основе этого находчика? А, например, какой-нибудь массовый импорт? Массовый импорт? А, в смысле, что... Ты понял, что ничего не было. А какое специфическое распределение у массового импорта? То есть, чем оно будет отличаться от массового? Мы не... Да, от ручного. От ручного я понял. А не знаю. Не знаю, мне вообще... Я даже сложно сказать, куда это можно применить и как это можно применить. Хороший вещь. Просто прикольно. Просто прикольно. Просто прикольно. Просто прикольно. И в том числе, что они часто с этим не заворачиваются. Потому что мы... Я более чем уверен, что из этого можно какую-то очередь, ким уроки вылезти. То есть, достаточно сказать, что есть объекты, для которых вот этот закон первой цифры, закон Бенфорда соблюдается, а есть объекты, для которых не соблюдается. В случае, если у нас объекты обладают самоподобием, тогда, как правило, у нас закон первой цифры соблюдается, и мы можем оценить, ну, например, условно назовем такой критерий естественности этих объектов. Например, если мы посчитаем длинный рек в базе и проанализируем их через закон первой цифры, мы можем оценить, насколько соответствуют наши данные теоретические объекты. Там не то, что мелких рек должно быть больше, чем крупных, там... Там именно вся фишка в первом числе. То есть, рек с длиной начинающихся на единицу больше, чем рек с длиной начинающихся на двойку. То есть, 100 метров больше, чем 20 метров? Нет, нет. Нет, не 100 метров. Ну, метровых, конечно, рек, это я загнул, но 100 метровых, километровых, тысячи метровых. То есть, вот это множество и другое множество. 200 метров, 2 километра, 20 километров. Это от других стран. Да, тогда я переведёмся. Нет. Хотелось бы эту теорию проверить на практике. Я боюсь, что да, выяснится, что весь ОСМ был нарисован на самом деле ботом. Сами делали вид, что там что-то подрисовывают. И это будет страшно. Просто у меня есть подозрение, что окажется, что ОСМ средняя длина реки в 900 метров. И этот закон не выполняется из-за этого. Закон Остера. Да. Кстати, ещё это, в общем-то, не факт, что люди соединяли реку где надо, не факт, что они все кусочки соединяли relation, не факт, что они, если не соединяли relation, то давали одинаковое имя. Владиславин был уже льнатором. Что, тоже вот по этому закону? Почему он так работал? Знал же, да. Основная концепция, которую я доношу, есть некое распределение, которое в природе активно встречается. И это же распределение мы можем посчитать для аналогичных объектов в ОСМ. Ну хорошо, а в случайном процессе как это распределение выглядит? Равномерно. То есть нет такого паттерна? Для нормального случайного процесса это все равно равномерно. То есть если сказать, что ОСМ на самом деле хаотичные товарищи, все должно быть как бы без паттерна. Кстати, буквально всё это было. Была статья про простые числа. Я помню, из математики из какой страны обнаружили, что у простых чисел тоже наблюдается некая последовательность последней цифры. Типа она не повторяется, и там какие-то цифры встречаются чаще. То есть как средней длинной цифры. Как какой-то паттерн они там обнаружили и пытаются понять, что с ней делать. Ну да, да, да. Вопросы положения. Просто рандомно. Я смотрю здесь несколько человек делают вид, что пытаются всё понять. Мы всё поняли. Ждём результатов.